Олимпийские медали Олимпийские медали Олимпийская хартия, которая действует и сегодня, победителям за первое место вручаются медали из серебра не ниже 925-й пробы с покрытием 6-ю граммами золота, такая же, но без позолота за второе место и бронзовая за третье. Их размеры должны быть в диаметре минимум 60 мм толще внутри. Однако принципы олимпийского движения не всегда соблюдались и на первых играх в Греции, и на вторых в Париже, за третье место не награждали вовсе во Франции. К тому же впервые и единожды в истории медаль была прямоугольная, и лишь на третьих играх в американском Сент-Луисе чествовали троих победителей полным комплектом из трех медалей. Страны, проводящие игры, нарушали олимпийские принципы, вплоть до Московской Олимпиады 80, лишь там медаль впервые соответствовала стандарту Олимпийской хартии. В 98-м для игр в наганом на наградах сделали дополнительное крепление для ленты. Самые необычные по форме изготовили для зимних игр 72-го в Саппоро и 2002-го в Сотлайк-Сити. На прошлых играх в Ванкувере каждую медаль изготавливали вручную, двух наград с одинаковой гравировкой не было, у дизайнеров получилось 1014 неповторяющихся рисунков. Также комплекты для победителей чеканили из вторичного сырья, драгметаллы извлекали из электрических плат во имя сохранения экологии. Для игр в Сочи будет изготовлено рекордное количество комплектов, 98 состоящих из 1300 наград, их разыграют в семи олимпийских и паралимпийских видах спорта около 6000 спортсменов. Вот она, золотая олимпийская медаль 2014, как и серебряная, весит 530 граммов, вес паралимпийской медали почти на 100 граммов больше, но и достается она сложнее. В отличие от Ванкуверской, над созданием которой трудили 75 специалистов более двух лет, над Сочинской работали 25 человек менее года. Для Олимпиады 80 медалей изготавливал Московский монетный двор для Сочи 2014 и ювелирный завод Адамас. Дизайнеры сначала нарисовали трехмерную модель, которую утвердил Международный Олимпийский комитет. В структуре награды впервые в истории используется вкладка из прозрачного материала. Из поликарбоната изготавливают вставки в Олимпийские и Паралимпийские медали в соответствии с дизайном. Их производят методом высокоскоростного фрезерования на высокоточном станке. По контуру кристаллы обрезают. В Олимпийские медали войдут 4 разных вставки, в Паралимпийские 8. С помощью гравировки на награду нанесено лоскутное одеяло Игорь Мозаика из национальных узоров народов России. После плавки металла в вакуумной печи получают серебряные или бронзовые заготовки толщиной 12 мм, которые затем рубят на квадраты. Из них на токарном станке вырезают круглый корпус будущей медали диаметром 100 мм и доводят финишную толщину изделия до 1 см. Каждую награду высшей пробы покроют 6 граммами золота 4 девятки. Поэтому в итоге она будет на 99% серебряной серебра 960 пробы. Общая стоимость драгметаллов для производства Олимпийских медалей будет колебаться от 3 до 5 млн долларов, в зависимости от того, какое количество отходов после этого получится. И общее количество металлов, которое на это уйдет, я могу примерно сказать. Это будет порядка 2 тонн серебра, 6 кг чистого золота и около 700 кг бронзы. Чтобы рисунки обеих сторон были симметричны друг другу, на сверлильном станке делают отверстия, с помощью которых на всех этапах заготовки будут правильно закреплены для нанесения надписей. Во время гравировки на лицевую сторону награды Аверс наносят узоры и символы Горолимпийские кольца. Обратную сторону медали Реверс гравируют методом высокоскоростного фрезерования, наносят эмблемы Олимпиады и название дисциплины. На ребро медали Гурт наносится официальное название игр на русском, английском и французском языках, также фрезеруется карман для крепления ленты. Затем уже на этом станке путем электрической эрозии металла выполняется резко окон под кристаллы. После ультразвуковой очистки от загрязнений на будущую медаль ставят государственное клеймо о подтверждении заявленной пробы. Шлифовка Аверса и Реверса происходит здесь, вот в таком вибробарабане, наполненном металлическими шариками, где после получасовой вибрации стороны медали приобретают матовый вид. Чтобы обеспечить надежную установку кристаллов на этом этапе, высококвалифицированные специалисты вручную обрабатывают кромки окон. Также это делается для того, чтобы в будущем избежать возможных травм и порезов. Операция может продолжаться до полутора часов. После шлифовки Гурта и его полировки дозеркального блеска шлифуют и стороны медали, где строго соблюдаются направления движения, заложенные дизайнерами. На производство одной награды уходит 20 часов. Если не считать там ее ценности как олимпийская награда, то медаль стоила бы где-то от 10 до 15 тысяч долларов. В переводе на наши деньги, соответственно, это будет где-то от 300 до 450 тысяч рублей. Если бы это было обычное юбилерное украшение. Каждая медаль представляет собой единство и борьбу противоположностей. Лучи солнца преломляются сквозь заснеженные верхушки гор. Теплое море граничит со льдом. На драгоценном металле все российские контрасты. Изделия весом в полкилограмма и стоимостью четырехлетних тренировок. Травм невероятной силы воли, твердости духа и нечеловеческих усилий достанутся тем, кто станет в Сочи быстрее, сильнее и выше. Редактор субтитров А.Семкин